и могут дать суммарно, внимание, 640 лет тюремного заключения. Вы себе представите, что цифра 640? Это если его посадили в 1383 году, то он только сейчас вышел. Вот только сейчас. Это 6 веков сидеть. 1383. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу, живые! Как у вас дела, ребята? Рассказывайте. Мы в божестве. Все в черном. У нас траур. По желтому и... Конечно, конечно. Только-только досмотрели, как у вас там всех. Поговорим, знаете, про что? Например, про слово пацана. Да, да. К примеру. Это на вскидку, так, да. К примеру, на вскидку. Главный сериал прошедшего года, 2023-го, я имею в виду, мало ли, когда мы выходим. Расскажите, ребят, кто как попал в проект вообще. Кто как там оказался. Ну, понятно, что у кого-то были кастинги, у кого-то кто-то, может быть, просто где-то заметили кого-то. Сейчас, сейчас, смотри. Я сейчас не спрашиваю ничего. Вот он сейчас. Не можешь поверить своим глазам. Не мое время, не мое. Вот он. Да, 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 сейчас. Вы Гарик? Я он. Я просто переп... Не всегда понятно, что говорит иностранец. Смотри. Как вы попали в проект? Так, давай ты начинай. Я? Да, конечно. А кто я? Давай ты начинай. Азамат, как ты попал в проект? Расскажите. Я вместе с Ярославом нас подобрали в Кидзане. Вот вы как? Вас как? Я пробовал всю другую роль. А на кого-то? На Кащея. На Кащея. На всем известном. А, то есть это... Так бы я. Слушай, это ты должен был с ума сойти. Да. Это ты должен был Буртич обосрать, да? Да, да, да. Да, он все забрал. Все, что я хотел сделать. То есть это от тебя должно было, что Смоктуновский. Так себе. Да, это все ясно. Абдулов не сыграл. Да, да, да. Ничего яркого. Ничего яркого Абдулов не сыграл. Все серое было. Да. Ну, видите, действительно, я пробовался. Он, как он любит говорить, меня сыграл эту роль. А я вот сыграл желтого. Нет, ну подождите, он-то прожил. Вы же красный. Вы же желтый. Это... Азамат! Молодец! Вот, видишь, круто же так. Вы желтый, а я красный. Просто вспомнил рекламу ММД. Смотрите. Вопрос. Ты пробовался на Кащея, в итоге получил роль желтого. По мне, вот я сейчас тебе искренне говорю, это не потому, что ты в шоу пришел, это сейчас я буду тебя тут облизывать. Нет. По мне, по мне, честно. А нам говорили, что... Я обычно облизываю. Обычно нет. Вы же бульдоги. Но нет. Ты же бульдог. Вот такой, вот такой бульдог. Да, да. Дети, дети. По мне. Где дети? Вот, между прочим, мне 16. 16, нету, дети, все. Пожалуйста, мне делают комплимент. Вообще, которого я ждал всю жизнь. Дайте договорю. По мне, роль желтого получилась изумительной. Изумительной. Одна из самых ярких ролей в сериале. Абсолютно точно. Сильно попадание... Да там все ребята действительно так, но желтый сильно запоминается. Сейчас биопауза. Мне надо поменяться. Ты и в гробу по-настоящему лежал? Странный вопрос, но это... Это дорого. Нет, ну реально-то... Денис, да. Да. Бутылка была? Да. Водки? Все. Бутылка? Да. Ну есть такое предупреждение, что... Бутылка, это такое суверие, что я могу. Да, да, если ты лежишь в гробу, надо обязательно на бутылке водки. Билли Зейн рассказывал. Билли Зейн мне это говорил. Ничего ты знаешь, ничего себе. Я, ну, почти коллеги. Ну, в смысле... Почти. Жалко, что вы оставили стезию драматического артиста. Так вышло. Да. А у тебя была стезия драматического артиста? Гарри учился в Чикаго в актерской студии в классе у Билли Зейна, который играл в злодея. В «Титанике». Да, это правда. Подожди, Билли Зейн это Майкл Джексон поет. А Билли Зейн... Как там дальше? Как там? Ха, не понимаю. Ну, что это там? Нет, дальше русская народная началась. Билли Зейн дальше... Про Майкла Джексона тоже. Что-то про сникерсы там. Кстати, правильно говорят. Не надо про Майкла Джексон, тут дети. Поэтому давайте... Молодец. Значит, как я попал? Значит, я пришел на рядовой будничный кастинг, где не было режиссера. Были кастинг-директора. Мы записали пробы, два дубля, я ушел. И все. Типа мы вам перезвоним? Типа мы вам перезвоним. Окей, все. И дальше я в моем, значит, приходе в храме, куда я хожу как... Прихожанин. Прихожанин. Я пришел в храм на Литвенкину. Поменялся в лице. Была служба. Мы отслужили службу. И в трапезной я встретил кастинг-директора Нозу, которая бывшая жена Гордона. Потрясающий человек. Гордон? Я думаю, что я с ума скажу. Честно говоря, он это придумывает. Автоподбор. Просто на ходу. И я у него спросил, ну так что там, как? Да все отлично. А почему не говорите? Ну скажем. И сказали. И в итоге приняли тебя. И все очень будничное. У меня с тобой вообще интересно. Я посмотрел слово пацана. Досматриваю слово пацана. Почему-то у меня домработчик смотрит наше телевидение. Очень любит. Я телевизор давно не смотрю. Ну так вышло. Плохо вижу. И там идет Пушкин с тобой. Да. Ты еще и Пушкина сыграл после. Ну было. Но на противоходе это невероятно. Просто ты зима и ты Пушкин. Сейчас еще будет человек с синдромом с аутистическим расстройством. Это следующая история. Еще в волшебном участке. А, еще в волшебном участке. В волшебном участке играл сына этого. Вампира. Отца. А сколько у тебя ролей же? Сколько ты наиграл? Меньше, чем у Калагриева. Это тот момент. Двенадцать. Двенадцать ролей уже. Да. Не дотягивает его. Ну, не Никита. Нет, ну давайте не будем сравнивать с великими в конце концов. Ярослав, а ты расскажи нам, как попал. Я проходил видеопробы. То есть приходят пробы. Еще проще. Да, еще проще. Ты записываешь видеопробы, отправляешь. И потом ждешь ответа. Ну, еще я ездил в Москву на пробы тоже. Там был Слава и еще кто-то, я не помню. Слава Копейкин? Да. У меня скучная история. Не, не, очень хорошая. Вы позвали запасной состав сериала. Сбанкер. 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 Надо было одного из чушь панов еще позвать. А на вас, кстати, как-то сказывается популярность. Это огромная праздность. Да, вы проснулись в один день. Которая вот эта вот на вас свалилась. Вот это вдруг. Воду в стекле уже. Начинаете просить? Коричневые сигареты. Мы начинаем заряжать. Коричневые сигареты, говорит Пульпан. Кто режиссер проекта? Вы уже начинаете говорить? Я и раньше как-то спрашивал, кто. Нет, тут интонация важна. Кто? Кто режиссер проекта? Вот так вот. Ты же так не говорил до этого? Так не было. Извините, кто режиссер проекта? Было же так? Было так. Мы говорили про медные трубы. Как проходятся медные трубы у вас? У всех по-разному проходят. Но они... Как вы сказали. Да, ранее. Как вы сказали ранее. Но они есть, конечно, приятное такое внимание свалившееся. Оно приятное. Но, конечно, хочется дальше развиваться именно в профессии. Не застрять как бы в моменте такого внимания из-за сериала. Это очень важно. И ехать на этом внимании как бы всюду. Ну, понятно, да. Хочется дальше развиваться. Хочется даже... Хочется прям отпустить этот хайп как бы от себя. И просто дальше действительно заниматься уже вот в какой-то... Тут дети. Тут дети. Гарик. Гарик, тут дети. И что ты с ума сходишь, Гарик? Извините. Мы не золотая молодежь. Это моя первая команда КВН. Да. У меня было две шутки для тебя. Вот я их... Пробили Зейн и прозов... Все, что было, выпалил. Все. Мне приятно. Искренне, правда. Ярослав, а вот мы с тобой будем разговаривать. Слушай, ты попал в публикацию Горши Рубчинского. А потом тарам-тарам-там и Канни Весту. Расскажи, как так... Как так получилось? Да я сам не понимаю, как так вышло. Мы просто познакомились с Гошей. А можно их убрать от зубы? С ней поговорим спокойно. Не, на самом деле мы познакомились на концерте у Каэнджио Нанмайс, такие рэперы есть, с Гошей Рубчинским. И он подарил мне мерч. Так. Эксклюзивный какой-то. Меч? Меч. Я Гоша. Мерч и... Не, меч это было бы, если бы ты это произносил. А так мерч. Мерч. А вот Ярик Преистосик, как не меч. А, ты тоже так говоришь? Да, да. Ну скажи мерч. Скажи. Скажи. Давайте хором. Эр. Р. Мои хорошие. Иди в руно в твоих сели. Да, да. Так, и что, и что? Подарил тебе мерч. Да, и после этого мы пофоткались. Так. После этого он выложил это к себе в ленту. И это репост на Кане. Ну и какой ты дальше после этого последовал? Кане тебе не позвонил там, не... А вот все, не могу ничего большого сказать. Почему? Секрет. По секрету позвонил Кане. Возможно, это были Вован и Лексус. Чистый пранк. Чистый. Так и что, а в чем секрет-то, не пойму? Ну я не могу ничего рассказывать, понимаешь? Ты как-то связан с контрактами или что? Ты как-то связан с контрактами? А? Ты как-то связан с... Ты как-то связан с... Ты как-то связан с контрактами, получается? Ну, возможно. Я не могу ничего понимать и рассказать. Находи, сделай шоу. Дураки! Ты что, не понял? Я не могу сказать, знаю. То есть, вообще ничего не можешь рассказывать? У тебя везде контракт. Обложен контракт. Это же называются уроки. А показать, слушай. Ты же можешь показать. Пантомимой. Пантомимой. Не надо, ну, словами. Алло, Ярослав, это Канни. Это Канни. По-русски? Русский пробился. Алло, Ярослав, это Канни. Только никому не говори. Иначе будут звать... И он говорит, а показывать могу? Хулигане. Никому не говори. Вот показывай вот так. Показывать можешь. Можешь показывать. Стреляйте в них, мальчики. Хулигане. Наши люди приедут, и оторвут тебе башку. Да-да. Ха-ха-ха. Вопрос. Вот вы родились задолго до 89-го года, который вот описывается в сериале. Мы после родились. Задолго? Да. Вернее, после. Им же, да. Э-э-э-э. Что? Гораздо позже. У вас не возникало таких вот тоже проблем во дворе? Там не спрашивали, что по мелочи там? От какого района? Вот, Лёв, ты из Тюмени, вот на лесобазе, на маяке у тебя не возникало? Да, откуда ты знаешь? А мы, да, мы подкованные ведущие, да. А правда? Ты знаешь, Тюмень, конечно, город разноплановый, там есть и лесобаза, там есть и центр. Да-да, Тюмень шикарный город, вообще шикарный. Да, приезжайте к нам. Контекст, в котором рос я, был иной. Он не был дворовым, он был другой. Вот, поэтому я не сталкивался с этой культурой. Более интеллигентной, то есть. Ну да, я не был просто ближе вообще никак к этому. Шахматы, песни. Песни. Такая Тюмень. Да. В Тюмени были, да, шахматы? Если самбо, то танцевальная. Да-да, вот так просто играли в шахматы. Если самбо, то белого мотылька. Молодец! Приходите. Приходите. Андрей, а у тебя так случалось где-то, ты вообще, в каком районе ты жил? Да, я, у меня была такая история. Увидел воду в стекле. Не поверил, что он ее пьет. Знаю, что обычно пьет лев, не поверил, что это вода в стекле. Зачем? Чтобы что? Я жил очень часто за городом. Мы жили в деревне, в поселке. Городского типа. Городского типа. И этого типа мы прекрасно знаем. Городского типа. Так встал, пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Вот. И у нас там была такая история, что, как их назвать, городско-поселочники, городско-жители СНТ, да, они выступали активно против ребят, которые приезжали из города. И помню, что самое было такое почетное у них, это почему-то забрать геймбой. А потому что мы приезжали с геймбоем, и у нас вот ребята забирали эти геймбои, я помню. Но и били нас. Да, но и мы их били. Но я был очень... Но геймбои не отнимали обратно. Мы были своего рода сами геймбои в тот момент. Ну, а это нельзя. Да, это экстремист. Нет, в смысле, что мы были в игре. Красиво, мы все в игре были. Нет, нет, нет. Мы в игре! Нет! Мы победы! Мы в игре! Игра навсегда! Предлагаю вам сыграть в маленькую игру и придумать нам погоняло, вот такие пацанские. Ну, давайте, давайте. Давайте азамат придумаем. Это классная игра, дядя Дигр всегда ее придумывает. Давайте. Поиграем. Как приду куда-нибудь. А ну-ка, давайте погоняло. Ребята. Богатые. Богатые. Надо придумать прозвище, да, человек? Ну, а ты погоняло. Коллективно. Владелец? Джеки Чан. Владелец. Владелец. Если идти из логики кличек сериала, то Муса? А, ну, может быть. Как, как? Муса. 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 Или Галя. Муса. Галя. 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 Нет, если... Муса и Галя. Ну, Муса, Галя. Галя, да. Муса, Галя. А, я б только сейчас понял. Галя, это смешно. Галя. А Галя выйдет? У нас есть и Галя, и... Они оба не выйдут. Галя, это очень хорошо. Галя, Галя, хорошо. Это сильно хорошо, Галя. Азаматный лидий, ну, это... Мне шепнул какой-то ангел. Я понимаю, что это не что, Антон. Хорошо. Галя. Галя. Естественно. Губа. Да, да, я знаю. Я знаю, я знаю. Андрей, ты просто... Галя. Какой-то подгон. Галя, Губа. Галя, Губа. Все на Г. Да. А я что? Говно, говно. Конечно. Ну, судя по этому. И бульдог, да? Бульдог? Нет, нет. Че-то Тамара. Че-то Тамара. Че-то Тамара? Да. Да, Галя, Губа и тетя Тамара. Вот это УПГ. УПГ трое вас. Их боялись даже чеченцы. Галя, Губа и тетя Тамара. А в детстве у вас были какие-то, ну, погоняло реально во дворе? Зуля. Зуля? Могила. Могила? Могила. Почему? Потому что ты хранишь секреты? Не, за бугром жил. Есть. Я ранил. Хорошо. Очень хорошо. Владелец. Владелец. Галя. 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 Владелец. Вот так еще, да. Владелец. Я владелец. Владелец. Я здесь. Владелец. Владелец. Огромные щитовидки. Ты подошел ко мне без уважения. А у тебя Останкино? Что? Такси заказываю. Нет. Это же рост, видимо, да? Да, очень был высокий и худой, как башня. Но почему? А ты же из Питера. Почему у вас же есть башня? Аль, ты тогда еще не... А когда меня стали оскорблять и обзывать, то я уже жил в Москве. А. Здесь так. В Питере мне все вот только так. Проходи, Андрей Андреевич. Какое погоняло было в детстве, Харл? У меня? Да. У меня же Гарик, это же погоняло Гарик. Потому что вышел фильм «Грязный Гарри». Был такой фильм «Грязный Гарри». И ты обосрался как раз. Да. Да. Ходил грязный. Я. Грязный Гарик. Грязный Гарри был. Этот, этот, какой? Клинтист. Ты не говоришь сейчас еще. Клинтист тут снимался. Это та-та-та-та-та-та-та-та. Тапоти-та-та-та-та. Тапоти-та-та-та-та-та-та-та-та. Гарик должен говорить «это та-та-та-та-та-та-та». Что-то русское народное вобьем. Да. Просто вдруг захотелось попить. Гусятки летят. Да летят и гусятки. Вот. Прорвалась. Реально. Вышел фильм. Прикинь, что вот именно на этой передаче я реально схожу, что... А мы делаем вид, что все окей. Да, вы делаете вид. То есть я говорю, вышел фильм «Грязный Гарри». Тя-ка-па-тя-ка-тя. Улетят и гусят. Абдулов не сыграл ни одной роли. Вышел фильм «Грязный Гарри». Вас звали Игорь. И поэтому все так произошло. Вас звали Игорь, вышел фильм «Грязный Гарри». И вас стали назвать Гарри. И меня стали назвать Гарри вообще. Я же Игорь. Тя-ка-па-тя-ка-па-тя. Тя-па-катя. Я же вообще Игорь. Так-то. А. Сериал «Юг» же еще есть. Да, да. О чем он? Он о мальчике. Он очень закрытый, скромный. И он узнает, что у него где-то есть отец, который присылает ему деньги. И вот он ищет по всей России своего отца. Но это если вкратце. Да. Один из отец вот. Да, я хочу сказать, я сыграл там тоже. Ты? Да. Я сыграл одного из отцов. Анна Уколова играет там. Проводницу. Проводницу трибунцев. Уколова прекрасно. Ой, трибунцев великолепен вообще. Я обожаю. Колокольников, да. Там такой букет актеров. Сериал Баляков. Он самый главный. Да, да, да. Ну, обязательно посмотрите этот сериал. Я есть там, действительно. Он вынет эксклюзивно. Акцизная марка. Я есть там. Я там есть гост. Спокойно, я есть там. У нас новый коллагривый появился. Тихо, тихо. Я есть там. Все, тихо. Что сразу выключать. Да, да. Замечательный букет там артистов. Замечательный. Я там есть. Обязательно посмотрите. Да. Ну, мы будем смотреть. А когда он выходит кто-нибудь в курсе? Да, вот буквально. Да, вот сейчас. Через полчаса. Буквально в этом году. В этом году. Да. Ну, все, друзья, смотрите. Может быть, поговорим о будущих проектах. Так мы о нем. Помимо Юга еще. А у вас какие проекты намечаются? Андрей, давай начни. Да, Андрей. Самая долгая пауза в нашем шоу. Да, мне даже стало интересно, сколько я. Алло, Останкино. Останкино. Ну, я просто, во-первых, нечего сказать. Выходит прекрасный сериал «Тринадцатая клиническая». Начало. Вот так название. Начало сериала. Это не начало моей мысли. «Тринадцатая клиническая начало». Вот. Потом выходит один проект, про который мне нельзя говорить, потому что его еще не анонсировали. Но я могу сказать... Там тоже Кеннивест. Там... Мне нельзя говорить. Потому что тебе стыдно. Там Том Хэнкс. Леонард Дикаприо. А он. А Андрей. Ну, это сериал или «Полный метр», что ли? Это «Полный метр». Там потрясающий актерский состав. Там Алексей Серебряков, Анна Штлюш, Сергей Епишев, Сычев. Забыл имя. Видно это? Стих. Александр Сычев. Много, в общем, прекрасных артистов. Интересное кино, такое драмеди про то, как три молодых парня грабят банк провинциального городе. Класс. А ты тоже там снимаешься, судя по тому, как ты говорил, не пали. Нет, он просто начал говорить, что это секрет, и начал все выдавать. Я испугался за друга. Нет, нет. Это секрет, в смысле название, где это выйдет, кто это снял. Ну, все, мы секреты никакие не сказали. А у тебя какое-что? Ну, вот я начал говорить про роль человека с аутистическим расстройством. Это сериал, она такая классная, тоже драмеди, выходит на платформе «Кион весной». Вот, такой роуд-мови про четырех друзей, вот один из них герой с аутистическим расстройством. То есть это не просто крутой вызов актерский, как проба, как попытка, как смена амплуа, в котором, дай бог, не застрять. Но при этом это просто важный разговор на эту тему, как общество принимает или не принимает людей с таким диагнозом. Ребят, мы желаем вам удачи и успехов. Такие молодые, такие молодые. Я на всех проектах. Искренне. Спасибо большое. Вы какие-то классные, вы все какие-то классные. Как-то вот так случилось. Искренне абсолютно. Как мой будущий сериал, она такая классная. Вот, видишь, давай послушаем иностранца. Я не могу не заметить такой факт. Лева, ты же еще и болельщик «Спартака». Лучше уверен. В третьем поколении. К тому же. Не надо. Я как раз, я просто как раз именно это хотел спросить. Просто дело в том, что ты когда-то еще даже не научился ходить. Уже тогда говорили. А вот тот «Спартак». Тот. Да. Почему именно «Спартак»? Расскажи. Ну, третье поколение — это гены красно-белые. Тут уж не попишешь ничего. Ну да. Но с другой стороны... Как? Может и «ЦСК». А ты болеешь? Да, да. За кого? «ЦСК». А ты? Я «Спартак» Москва. А ты? «ЦСК». «ЦСК». Они говорят «А теплые места?» «Да, теплые». А «ЦСК» вообще как сейчас играет вообще?» «Настолько». Они говорят «Ну «ЦСК» сейчас, ну как всегда играет». «Ну тогда мы придем». «А еда будет?» «Да, будет». «Ой, ладно, Азамат, а ты типа со всеми болельщиками, не в вип-ложи, один, пошел, сел, ну пожалуйста, ну пожалуйста». «Что?» «Ну мы видели все, а ты же с нами был в вип-ложи всегда, каждый раз». «Ну какая разница, в какой ложе сидит Джиллок?» «Вот он где с ума сходит, так это там, на футболе». «Пожалуйста». Он только садится и сразу. Вот так. И 2 часа. Заканчивается. — Это в этом есть срасть, какая разница в вип-ложи, не в вип-ложи, в этом есть искреннее подключение. — Слушайте, а я вот, можно легкую писочку? — Легкую писочку, пожалуйста. — Посетила сейчас мысль, вот, глядя на ваше обсуждение, да, на ваше, что хочется просто выразить какую-то радость, что мы тут находимся. — Где? Мне кажется, что сейчас любая удача, она воспринимается, ну, иногда, как само собой разумеющееся. Ну, и что, ну, и вот я там смотрел на вас, на вас, на вас, а сейчас вот вы нас позвали в шоу, ну, и так и должно быть. И мы смотрим на вас. Да, ну, короче, просто хочется сказать, что круто, что мы здесь, круто, что вы нас позвали. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. У нас есть активность, ребят, для вас. По вашему силу. Вот и они сошли с ума. Туда? Давайте туда. Пойдем туда. Там три маленьких ребёнка. Короче, всем общий. Это первый в мире квиз по сериалу «Слово пацана». Ура. Я что, помню? Я его ведущий Азамат Горасан. Сегодня у нас две команды, которые мы проверим сегодня на знании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Давайте же познакомимся с этими командами. Итак, первая команда. Один из них до сих пор думает, что будут вопросы про Гарри Поттера, а другой тупо ждёт своего пива. Команда имени Алексея Чушпанина. Дорох и Харло. Здрасте. Чушпанина. Нормально. Команда. Вторая команда резко взлетевших звёзд. Интересно, кто же из них повторит судьбу Саши Лаэ и Маколей Калкина. Команда «Универсамовские». Ребят, протестую. Один из них не «Универсамовский». Это команда так называется. Да, всё. Протестует он. Мы «Гумовские». Ладно. Тогда мы «Цумовские». Так, я задаю вопрос. Команда, которая первая нажмёт на колокольчик, собственно говоря, отвечает первой. За правильный ответ один балл. Вот и все правила. Первый вопрос. Продолжите слоган. «Универсам». «Короли». «Казани». Полный ответ. «Универсам». «Короли Казани». «Короли». Неправильно. Можно суши повторить. Правильно. Правильно? Да. Да, 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 да. Но я же помню. Следующий вопрос. Вы что, не смотрели? Мы деньги забрали, поехали дальше. Закончите фразу. «Теперь запомни. Ты пацан, теперь ты с улицы». Да. «Ты пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги». Правильно. Да. Уже не стыдно. Следующий вопрос. Какая группировка избила Яралаша? Так. Разъездовские? Нет. Да блин. Ходи так-то. Абсолютно верно. Да, елки-ботанки. Ходи так-то. Это же моя реплика. А какая была реплика? Ходи тактаж, пацаны. Следующий вопрос. Внимание. Как зовут в этом сериале Яралаша? Так, ребята были раньше? Миша. Миша, абсолютно верно. Конец. Встаньте и повторите танец из сериала «Слово пацана». Так. Можно я сейчас где повторю? С Гариком вместе. Кстати. Зачем тебе это надо? А, это я помню. Да, это что-то. Ну, как-то вот так. Но я плохо танцую. Я не умею танцовать. Как это? Хей! 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 А можно так делать? Хей! Давай. Отработай. Вырвет сейчас. Я знаю, отработай. Ручок, все? 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 А? А? Да. Засчитано, засчитано. Браво, браво. А почему вам так нельзя делать? Не знаю, это не использование ли образов из... Да, конечно. Почему нахуй? Я могу это делать. Моя следующая профессия – юрист. А это не использование ли? Как зовут учительницу английского языка? Так, ребята, вы говорите. Флера Габдуловна. Абсолютно верно. Субтитры Абдуловна, да. Как называлось кафе, в котором Вова Адидас... Хватит, хватит. Да слушай. Правило есть правило. Снежинка. Абсолютно верно. Я не знаю. Я не знаю. Повторите заглавный трек этого сериала. Трек? Трек. Айгел. Так. Айгуль. Не Айгел. Настолько все смешалось. Подожди. Айгел сидели на трубе. А упало, гел пропало. Не, просто... Айгуль, ты, между собой. Айгуль – это героиня зовут. Айгел – это певица. А, группа. Все, все. Ну, блин, я это занажал, но я знаю, что это паяла просто. Ну, надо повторить. Просто, если я сейчас начну, это как коверканье языка начнется, я так... Именно этого надобиваешься. А с русским что ты делаешь? Хорошая Лёва. Юрист молодец! 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 Спасибо. Хорошо. Спасибо, спасибо. Молодец. Ну, так давай коверкай. Да нет, не будем читать это за... Ну, значит, передай тем, кто знает. Махабад паяла сам, корот сам. Ну, ладно, поделим балл, корот сам. Ну, да, да, это сложно. Да, да. Покажите коронную походку Маратика. Так. Блин, а что это за... Ручку нажал? А даже интересно. Маратика, он-то как-то коронно ходил? А как он ходил? Ну, ручки. Он еще ходил? Наверное, с ручками. Ручки. 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 Как у тираннозавра. Как стерлинг бегает. Маленький. Он выкрутился. Не, я что-то нажал, не, я не помню. Ну, любую походку сделаю уже не могу. Ну, давай, хорошо. Неверно. Ладно. Покажи. Тебе показали ручки только что. Я не понял, как это. Я не могу вспомнить. Ну, покажите. Андрей. Ты же в тюзи работаешь. Как вот так он ходил? Вот так вот. Ну, да. Абсолютно верно. Ты ведь не придерешься. Блин, а я что-то не помню. Ты не мог вот так показать? Я все показали, ты не мог повторить просто, что ли? Не, я вообще думаю, они вот так имеют ручки. Думаю, вот так же они ходили. Не, а вот так ходили. Вот так. Это передача на Дискавери. Да, да, да. Про этих. Может, кстати, тоже так некоторые ходили. Маратик. Маратик. Маратозавр. Так, следующий вопрос. Последний вопрос в этом раунде. Повторите. Речь Кащея на разборке с Адидасом. Так, блин. Ну, давай. Давай. Ну, уже все. Всю речь, а как это? Всю речь, давай. Ну, это все, что-то. Я на этой улице стою. Я за эту улицу стою. Ай. Пацаны, мне все. Спасибо. Там дальше. Спасибо. 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 Ребята, спасибо. Спасибо. Мы вам перезвоним. Спасибо всем. Это Бортич. Просто баба. С Махтуновки. Всем он лучше, чем я. У Абдулова ни одной яркой роли. Вы что, думаете мне было сложно сыграть роль Кащея? Я все это прожил. Я все это прожил. Они-то играли все. Да, они-то все играли. Спасибо, Денис. Спасибо. Браво. Браво. Мы послушаем твою версию. Послушаем версию команды универсальной. Ой, Андрей, давай. Давай. Ну, вы действительно не помните, как-то. Как будто уже... Ну, смотрите, шорцы. Много шорцев уже. Если по тексту, я здесь, за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацаны. Пацаны мне все, и я спасаю. Кто меня знает, тот в курсе. Все отлично. Спасибо. Я теперь... Я разделю балл за артистизм Денису Дорохову, за знание текста команды универсальной. Я его еще с проб помню просто. Я же написал его врусную. А, ты же так делай. Очень интеллигентная версия Кощея сейчас была. Поэтому меня не утвердили. Я прошу прощения, пацаны значат мне все. Что именно все? И все я пацана. Вы говорите все, а что все? Так, финальный раунд. Сейчас вы по очереди, по очереди будете называть клички из этого сериала. Проиграет так, что он зовет меньше. Желтый. Гералаш. Кощей. Цыган. Адидас. Турбо. Ну, этот, господи, да, господи. Не было такого там. Ну, блин, чушпан. Это же тоже погоняло. Ну, давай, засчитаем. Да, чушпан. Адидас-младший. Так. Ну, это, конечно, Саныч Масликов. Ну, люди. Да, пальто, пальто. Пальто, конечно. Лампа. Не горит, а что это? И в рот в календаре. И в рот в календаре. И в рот в календаре. Бурундук. Кто это? Бурундук. Это из... Из Элвин. Из Элвин и Бурундуки. Там Элвин и Бурундук. Теодор и Саймон. А у них же... А у нас не по ним квиз разве? Не, подожди, стой. А, стой, стой, стой. Искандер, Искандер. Это кто? Это... Там же был Искандер. Толстый, толстый Искандер. Искандер, Искандер. Но это имя. Ну, это эклиптит. А у него и не было погоняло. Но у него не было погоняло. Ну, давай, засчитаем. Персонаж был, да. Я ж вспомнил. Дайте мне приз. Автомобиль. Лапоть. Кто это? Это тоже... Это глагол. Лапоть. Не, это вот... Мы едем все-таки, да? Желтого, к которому подходит Турбо на дискотеке. И спрашивают, что там было с Айгуль. А, да. Лев Коткин. Да, Лев Коткин. Ну, как будто бы там и все. А, подожди. Айгюль. Айгюль, конечно. А. А, клички или... Мы имена просто называем? Да. Флюра Габдуловна. Ах, блин. Так-то она, Анна Борисовна. А, ну... Крыжовников. Нет. Ладно, Колик, Колик, Колик. Кто такой Колик? Колик там был. Колик? Друг Айгюль. Колик. Лучший друг. Ну, друг желтого. Лучший друг Айгюль. В итоге стал друг Айгюль. Лучший друг. Короткая дружба. Да, сильно короткая. А Колик? Который плохо поступил с ней. Да, да. Наташа. Наташка. Наташа. 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 Price for you, Наташа. Кам, кам. Наташа, кам. Трай, трай, дейс, Вань. Кто еще там, подождите. Как смешно все. Да что, мы проиграли. Бесполезно, я тебе говорю. Правда, знали? Сын Макаревича. Джон, 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 Джон. Сын Макаревича. Ну, играл там музыкант. Музыкант Джон. В джинсовке. Ничего себе ты вспомнил. У меня из аналов уже выходит. Уже вот отсюда. Ну, подожди, стой. Дядя Эльдар. Дядя Эльдар. Который? Полицейский. А, срублевки. Хорошо.